всех приветствую это дневник инвестором давно мы с вами не выходили на связь но сейчас мы находимся в городе нью-йорк и будет много о чем рассказать и про сша и про рынке в общем поговорим с вами покажу покажу вам чуть больше чем в прошлый раз наверное просто нас как-то было скомкано мы были в нью-йорке мы были в чикаго мы были потом снова нью-йорке в нью-йорке улетели но сейчас мы идем прогуляемся нью-йорк у нас были дела сегодня с утра мы вроде сделали и теперь можно смело пойти посмотреть это прекрасный город но вот перед вами как раз одно из старейших зданий нью-йорка вот нам говорят пора идти вот мы и идем наши топ-купчики и алексей здравствуйте говорят в сша очень дорого вызывать скорую стоит примерно разные цифры от полутора тысяч долларов до 10 даже говорят тысяч долларов вызвать скорую но что-то их слишком много не очень богатые люди здесь живут что столько скорых выбирать мы сейчас я вам покажу где мы находимся мы находимся вот сейчас вот здесь вы здесь я хочу пойдем на самый край вот отсюда будет виден видна статуя свободы ну что вы понимали вот это финансовый район вот это называется financial district вот здесь находится уолл-стрит вот стоу стрит где мы сейчас проживаем прям буквально недалеко ну и вот вид вот этот красивый вид на нью-йорк вот это со стороны нас получается южная часть манхэттена вот такой прекрасными даже остались еще старые британские здания не снесли пойти не было декоммунизации но смотрите сейчас дикому нет хотя на реке короля конь георга не снесли точно снесли смотрите мы в рамках данного таком мини-фильма будем говорить и про америку говорю и про рынки сейчас вот рынки буквально выйдешь из отеля точнее до того как я вышел из отеля я прикупил пару бумаг прямо отсюда они как раз начали пробивать не старички там хорошие уровни наверх и надо было купить эти бумажки вообще когда рынки растут хороший вопрос такой а будет ли они дальше расти или будет какой-нибудь кризис и что в этом случае делать то есть с одной стороны не хочется упустить возможность а с другой стороны хочется все-таки немножко кэш и держать а случай если они упадут то что рынки очень дорогие что в этом случае делать в этом случае все очень просто капитан очевидность на 50 процентов вы покупаете акций от денег которые у вас есть а на вторую покупаете каких-нибудь кэша золотишко или что-то типа такого примерно так ну а мы продолжаем двигаться а дальше когда я впервые попал в нью-йорк я на таком леди либерти плавал вот туда если посмотреть там вдалеке находится я тогда солнце есть статуя свободы и вот туда уходит кораблики нас алиста свободу достаточно маленькая поэтому даже и не видно а там другой островочек есть туда прибывали мигранты в конце 19 начале двадцатого века эллис айланд называет последнее время в нью-йорке делают велосипедные дорожки облагораживают но все равно еще куча проблем вообще нью-йорк мне меньше всего нравился точки зрения инфраструктуры потому что дороги вечно были разбиты к чертям собачьим я это вам показывал в предыдущем наших дневник инвестор но сейчас здесь более-менее все сделали стало даже прилично целом теперь перехожу на себя что вы мы вообще делаем здесь нью-йорке нью-йорк это один из хабов куда мы можем прилететь сейчас из москвы прямым рейсом при том чтобы понимали мы прилетели сегодня регулярным как бы рейсом сейчас это называется грузопассажирские перевозки то есть вот грузопассажирские а официальные между сша и россии откроется 28 июня мы 24 улетели если ну получается мы грузопассажирскими улетели поэтому если вы там позвонили бы куда-нибудь в аэрофлот вам скажут так нельзя ехать но как казалось в реальности можно мы прилетели в нью-йорк можно прилететь в лос-анджелес можно прилететь в майами это три города куда прямые рейсы и с нами с нами одним рейсом летели прямо видно было на таможенном контроле ребята из белоруссии ребята из молдовы были корейцы и китайцы много кто был то есть такой международный был рейс потому что и так уж много рейсов осталось нью-йорк без пересадок потому что пересаживаться нельзя в нельзя пересаживаться в европе потому что в евро еврозона сейчас удачи с шенгенская зона закрыта то есть вы ребята из европы не могут попасть сша на текущий момент поэтому если вы вы бы решили лететь с пересадки из амстердама к примеру то в этом случае вам бы просто в америке бы отказали на на въезд поэтому пришлось лететь прямым рейсом поэтому в нью-йорке здесь решили сделать пару дел в том что сделать несколько видео для вас и дальше мы двигаемся уже в чикаго наверно в этот раз я чикаго вам больше покажу вот а мы идем сейчас направлении посмотрите затем покажу он того высокого здания это как раз то башня которая построена рядом где находились башни близнецы и сейчас мы до нее дойдем покажу какой там памятник сделан итак я решил остановиться посмотреть почему здесь квартира райончик очень неплохой потому что рядом находится финансовый район если вы посмотрите вот они эти здания вот такие красоты здесь есть ну здание на самом приличные здесь парк здесь площадка там дальше детская я посмотрел почем здесь да что здесь почем ее посмотрите вот это если вам тут на плоховато будет видно вот дойдем чуть синёчек но здесь квартира стоит чтобы видели вот прямо видно миллион двести девяносто девять тысяч но это хорош квартиру чтобы понимали а прямо находится в центре здесь и ты так полистал полистал в общем хорошая хорошая трешечка здесь и со входом и мастер бедрум и детская и home office то что около 100 метров 1100 квадратных футов поэтому если хотите жить в хорошем районе нью-йорка вот здесь допустим не далеко от финансового района нюхать вот такие пиончики которые здесь есть ходить по такому мостику на ту сторону финансового района то миллион триста получается это у нас 90 от 90 миллионов рублей здесь можно себе подобрать хорошие хорошего такого типа вот такого здания жилье принципе такие же ценники на самом деле в москве в неплохих районах поэтому цены на элитку что в нью-йорке что в москве где-то близки хотя в нью-йорке конечно найдете не подороже все это дело итак мы добрались до мемориала башни близнецов который за 911 сейчас очень громко говорю потому что здесь мемориал выглядит вот таким образом натуральную величину получается таких на самом деле 2 и вода утекает вон туда здесь имена погибших при терактах 11 сентября 2001 года вот так и прям посреди финансового района нью-йорка ну что ребят мы продолжаем гулять по финансовому центру сейчас вам покажу станцию которая называется международный финансовый центр прямо за моей спиной он выглядит вот таким вот образом прямо сюда его втиснули и здесь крупный пересадочный узел и вот так это все чудесно выглядит мы сейчас зайдем туда в это метро по сути метро и вы посмотрите как это выглядит уже изнутри все ну и вот она красота вот такая штука и он там видите опять раду радагу нас детский утренник сегодня похоже и вот можно так вот спуститься вниз и вверх ну раньше здесь были торговые ряды они тут есть но народа с честно говоря очень мало сейчас по сравнению с тем что было полтора года назад 2019 когда мы здесь были правда алексея тогда с нами не было правда алексей вот нам нужно вот сюда вот сюда вот сюда да вот так вот а вот и доктор богатов слушай но кондиционер есть кондиционер да это радует у нас тоже уже в москве есть кондиционеры но не везде не везде в данном варианте дешево практически друзья ну что мы находимся в новом на эполовском магазине который потратили они более 100 миллионов долларов что перестроить сейчас вам его покажу я буду в масочке потому что здесь без маски нельзя вот такой проход и вот такой у нас выход наверх если вы инвестируете в акции apple то этот магазин получается ваш ну вот у такой у нас много чего интересного на фоне он того что что из той штуки вот так вот пойдемте посмотрим что тут есть может что не прикупим просто дикий выбор чехлов ребята смотрите сколько сколько чехлов можете выбрать бесконечно все что хотите все за ваши как эти денежки ну вот такая красота ребята такая красота в общем будете в нью-йорке заходите посмотрите на эту красоту ну а мы купим какой-нибудь чехольчик данному товарищу и поедем дальше в браслетик поэтому покупайте продукцию apple чтобы акционеры apple зарабатывали много много денег вот так мы находимся в городе чикаго и сейчас я вам расскажу что мы здесь делаем ну переключу камеру чтобы вы видели эту красоту вот здание впереди трампа такое высотное высотное ну и здесь очень много красивых прекрасных зданий что они даже не помещаются в объектив и так что же здесь такого хорошего в чикаго сейчас утро понедельник народ наконец-таки хоть рубашки одел а то честно говоря ходят американцы ну мягко выражаясь как будто они из помойки вылезли потому что какие-то грязные шорты какие-то майки полумятые и это конечно ужасно в чикаго в свое время у нас был офис да вот здесь недалеко за этими небоскребами тоже в небоскребе на 34 этаже но к сожалению очень тяжело было поддерживать его находясь в москве поэтому пришлось его через полтора года закрыть у нас в прошлый раз по приезду в чикаго очень много дел решили перевели здесь есть еще некоторый бизнес который делается но мы перевели все на удаленку так чтобы можно было решать с помощью местных представителей и по сути сейчас мы работаем в чикаго только онлайн без всяких приездов так почему мы находимся здесь если можно все делать удаленно ну потому что потому что потому как говорит наш великий герой потому что у нас здесь друзья еще есть слава богу вот и мы просто приехали навести своих друзей буквально вот суббота и воскресенье и сегодня уже через часик мы полетим в Майами во Флориду штат надеюсь оттуда тоже будут интересные кадры но сейчас мы мост этот перейдем и я покажу еще пару интересных достопримечательностей города Чикаго и так почему мы решили в свое время основать здесь офис и даже несколько месяцев я здесь жил ну во первых давайте покажу здесь в Чикаго гораздо больше зелени то есть даже при том что здесь есть небоскребы вот эти сейчас там за зеленью они не видны так то здесь и больше парков больше зелени здесь вообще приятнее находиться здесь районов очень много где действительно клумбочки цветочки деревца и так далее вот мы сейчас находимся и идем поднимаемся в так называемый Миллениум парк Миллениум парк он известен тем что он находится в самом центре Чикаго прямо выходит на озеро и вот здесь там спрятан за деревьями такой вам наверно плохо видно он там называется боб это такой бин как он переводится правильно по-русски боб ну так боб и переводится что боб бобы да и вот здесь очень много разных фигур таких необычный нетипичный такой парк сегодня я говорю вот сейчас у нас понедельник утро поэтому туристов минимальное количество и здесь хоть можно сфотографироваться да здесь видите какая перспектива здесь вот весь ряд там дома идут отсюда к сожалению озеро не видно поэтому не показываю вот в общем Чикаго чем хорош тем что здесь не так много народу здесь дешевле жить хотя налоги здесь достаточно высокие практически как в Нью-Йорке но недвижимость раза в два дешевле больше зелени меньше трафика меньше иммигрантов чтобы вы понимали чем больше иммигрантов в городе тем грязнее город как правило тем меньше есть такая некая идентичность культурная то есть все такое размытое непонятно поэтому Чикаго в этом плане мне больше нравился сейчас даже после приезда из Нью-Йорка Чикаго прямо вот эти пару дней здесь находясь прогуливаясь по скверам, паркам, отдельным каким-то районам мне конечно больше нравится я сразу вспомнил свою молодость быть здесь, хотя я в Чикаго уже наверное раз десятый но все равно здесь приятно находиться но так вот мы прибыли в Майами в Майами здесь ожидается период ураганов будет все достаточно, ну не холодно, но точно сильный ливень и даже тут ураган некий Эльза по-моему должна прийти сюда ну что здесь сейчас около 30 градусов, это вообще не сезон для Майами сюда должны прилететь 4 июля ребята отпраздновать у американцев этот день независимости от Британии и вот они сюда прилетят и вот сейчас пока спокойно, но скоро здесь начнется конечно целый бум покажу вам картинки мы сейчас находимся в таком полуострове здесь рядом с аэропортом сняли мы вот такой автомобиль мне повезло, ценник на них всего лишь сейчас был 50 баксов в сутки потому что все остальные уже бронировали его за 100 долларов при том точно такие же машины или подобные им что здесь можно сказать про Майами, зачем мы сюда приехали и что здесь интересно, ну во-первых что-то я уже устал кататься по побережью Краснодарского края захотелось немножко сменить картинку вот мы были на Кипре сейчас, решили здесь немножко отдохнуть здесь в принципе хорошо, ну как бы жарковато, душновато кто был в Таиланде наверное поймет, тут очень высокая влажность и жарко но в тенечке можно в принципе находиться что еще хорошее в Майами здесь все создано для отдыха вот вы посмотрите у нас такие здесь цветочки, там бассейн мы правда живем около аэропорта но тут где-то 15 минут до пляжа достаточно быстро можно доехать зачем мы приехали, говорю отдохнуть потому что мы провели, вы видели много времени в Нью-Йорке и в Чикаго и сейчас самое время немножко полежать на солнышке и отправляться обратно тем более пришли новости о том, что из-за вспышки ковида в России если ситуация не улучшится, то в России ожидается локдаун и честно говоря уж лучше немножко сейчас отдохнуть здесь и уже потом сидеть дома в Москве ну давайте сейчас я вам немножко покажу сейчас мы будем проезжать по дорогам Майами покажу как все это выглядит но здесь мы особо много снимать не хотели ибо хочется немножко отдохнуть вот здесь с точки зрения финансов особо тоже делать нечего но в центре Майами есть подразделение JP Morgan, Bank of America то есть это Майами является, скажем так, финансовым хабом для Латинской Америки то есть очень много здесь говорят по-испански и даже когда мы общаем, заходим в какой-то торговый центр что-то купить, с нами сначала начинают говорить по-испански поэтому Майами такой испанский, не испанский, а латиноамериканский хаб или филиал Латинской Америки здесь поэтому учите испанский, чтобы быть здесь и говорить спокойно как будто вы местный ну а теперь давайте прокатимся по дорогам просто немножко покажу, как все здесь выглядит вот сейчас мы пока едем сейчас расскажу пару моментов в США сейчас чуть компания Hertz эта прокатная не разорилась правда сейчас ее в конце концов вытащили и проблема с арендой автомобилей они в свое время распродали их в прошлом году, в 2020 году очень много арендных автомобилей было продано но вдруг ковид отступил и большой спрос со стороны американцев на опять путешествия и нехватка автомобилей и огромный спрос порождает то, что снять автомобиль сложно поэтому я бронировал заранее успел прямо в последний вагон в то время как многие американцы, которые подумали об отпуске уже поздно а сейчас им приходится платить три цены за аренду автомобиля либо удовольствоваться Uber да и с Uber тоже не все так гладко в некоторых сейчас городах нехватка Uber дешевого и получается, что цены на Uber дешевый равны Uber бизнес-класса поэтому, например, в Чикаго и в Нью-Йорке мы катались на Uber только бизнес-класса потому что его цена была либо ниже, чем эконом-класса либо на пару баксов всего лишь дороже ну вот справа находится как раз аэропорт мы отсюда будем влетать вскоре в Москву и вот мы сейчас справляемся в mall купить себе пару вещей на память вот и что вот в Майами примерно вот такие дороги все где-то 3-4 иногда 5 полос и они очень скоростные здесь ограничение около 65-70 миль то есть это 110 км в час здесь ограничение ну там сейчас 55 на вот этой конкретной трассе но при этом народ тут миль на 10 иногда 15 все быстрее ездит тогда быстрее поэтому в целом здесь народ по таким трассам километров получается 130 летает а вот самолет сейчас садится на работу поэтому в Майами будете берите обязательно в прокат автомобиль здесь на нем очень удобно ездить сегодня у нас за рулем Алекс Богатов ну что ребят мы заехали на заправку Exxon у многих из вас есть акции компании Exxon и почем у нас бензин все это видно на самом деле regular стоит 2 доллара вот поэтому если у вас есть видите здесь ну здесь заправка такая же как и в России уже на многих то есть просто карточку пробивается и все оплачивается заранее вот вот такой вот такая у нас майамская заправка Exxon платят дивиденды ребят хороший Exxon но сколько еще это продлится электрокары уже говорят к 2030 году тут будут везде уже будут везде вон там полиция стоит охраняет чтобы не дай бог на трактор никто не наехал видите полиция здесь дежурит вместе с дорожными рабочими в США в США вы можете на своем автомобиле вот так вот ехать и доехать до вот такие видите штуки здесь можно класть брать деньги и так далее такие у Чейза это JP Morgan такие банкоматы прямо вот на машине подъезжаешь и делаешь весьма и весьма удобно на самом деле и так все у нас последний мы сегодня вылетаем из Майами аэропорта и вот здесь входит вот rental cars то есть там где вы снимаете вот такой такой у нас отходит поезд и вот видите вот такой поезд поезд и вот и вот так едет поезд вот можете видеть еще будет напротив нас и вот вот они полностью на автопилоте полностью автопилот а это гольф поля прямо у аэропорта вот так вот и мы летим обратно на родину вот вот вот